Приветствую всех, кто мужественно осилил три серии и смотрит уже четвертую серию моей стратегии игры одним городом в игре Цивилизация 5. Меня зовут Лёша Халецкий, вы на канале Лёша Играет. И да, это четвертая и последняя серия. Ну, мы продолжаем вяло перестреливаться с моим соперником. Мы сейчас в такой фазе, когда никто никого победить в войне не может. Ждем открытия ядерных бомб и вступим в эру ядерных бомбардировок. Вообще, меня в комментариях спрашивают, о чем вообще смысл этой стратегии. Как? Для чего играть именно одним городом? Ну, вообще удивительно, что люди смотрят три серии по часу и у них еще возникают вопросы. Но сейчас вот жатенько, пока я тут перестреливаюсь, могу на него ответить. Смысл, вы удивитесь, победить. Да-да, победить. Это, конечно, оригинально в игре. Мы-то обычно играем не того, чтобы побеждать, но в данном случае победить. Если же отложить в сторону шутки, то, конечно, лучший путь – это научная победа одним городом. Либо культурная. Но на культурную я не очень обращаю ваше внимание, потому что для культурной, во-первых, вам никто не даст в онлайн-игре культуры победить. Во-вторых, проблема культуры в том, что вы тогда не будете… Ну, вам придется эти культурные здания строить и идти по культурным политикам, которые тоже не очень хороши, опять же, если я говорю про онлайн-игру. Если вы идете на науку, научную победу и вообще идете по науке, то плюс в том, что вы будете всегда, практически всегда впереди ваших соперников по научному развитию. И таким образом, если вдруг ваши соперники как-то будут хуже вас развиваться, ну, вообще конкретно хуже вас развиваться, то вы всегда сможете переключиться на военную стратегию и начать их завоевывать, несмотря на то, что у вас один город. Естественно, все завоеванные города делать марионетками, сателлитами и все равно продолжать, как будто у вас один город. У вас, конечно, тогда немного счастья упадет, но все равно все бонусы и все плюсы игры одним городом останутся. То есть, поэтому я и говорю, что игра одним городом лучше всего на науку. Причем, что еще в этом хорошего игры одним городом? Вы, конечно, будете от ваших соперников отставать по очкам, поэтому они не будут вас принимать всерьез. Будут думать, о, он там отстает, значит, и нечего там с ним возиться. Но вы и не будете последними, естественно. Поэтому вы там тихонечко, круто будете развиваться, на вас не будут обращать внимания. А когда придет время, вы такие, опа, и вы уже в шоколаде. С другой стороны, естественно, вам надо постоянно держать руку на пульсе игры и следить, что делают ваши соперники. То есть, если ваши ближайшие соседи начинают резко... А, вот смотрите, обратите внимание, я наконец-то разместил своего генерала на крепости и добрался до угля. И плюс к этому еще и начал обстреливать... Ну, вот мой соперник тоже использовал генерала и как бы перехватил мою крепость, вот немножко отобрав у меня территорию и опять захватив уголь. Ну, я это предвидел, я сейчас и второго генерала тоже размещу. Вот на этой клетке, на его клетке синей, которая сейчас вдается в мою территорию и заберу обратно. Вообще, в онлайн-играх это частенько происходит вот такая война генералами-крепостями, когда мы по очереди друг у друга отбираем территорию. Особенно, если государства соприкасаются очень тесно. Ну, тут тоже этим надо уметь пользоваться. И знаете, что генералы сейчас вот после патчей всех, они дают не только прибавку к силе ваших войск, но еще и умеют строить вот такие крепости. Кстати, если кто не знает, крепость мало того, что дает бонус к защите тех юнитов, которые на клетке вместе с крепостью находятся, но еще и в конце хода обстреливают всех вражеских юнитов, которые оказались на соседних клетках с ней. Поэтому очень удобно и очень часто используют эту стратегию, эти крепости для захвата столицы противника. То есть, двумя генералами как можно ближе, вот таким образом отжирают территорию рядом со столицей и захватывают ее. Ну, в городе я все продолжаю строить юнитами, а там никакие здания нету необходимости строить. И здесь у нас потихоньку идет обстрел. Вот что-то я до сих пор не подвожу генерала, просто забыл о нем, видите, у меня какие-то другие появились дела зачем-то. Продолжу тему «Зачем играть одним городом?». Самый большой минус игры «Одним городом» – это то, что у вас может быть маленькая армия. Именно поэтому желательно им идти как можно быстрее на науку. То есть, вы в середине игры всех остальных игроков явно будете опережать. Ну, это, конечно, не касается игры против компьютера на высоких уровнях сложности, они же там читеры. Ну, у меня есть в планах, многие не верят, что одним городом можно на божестве побеждать компьютер, но дело в том, что там немножко другая специфика игры. Там с компьютером дружить можно, чего с онлайн-игроками вряд ли получится. Ну, так вот, поэтому одним городом лучше всего идти на науку максимально. И как бы вот эти четыре видео об этом и рассказывали, именно как максимально все обращать в науку. Ну, вот видите, я только что построил опять генералам крепость и получил обратно и свою крепость, и уголь. Когда вы будете идти на науку, опять же, продолжайте внимательно следить за демографией соседей. Если ваш сосед начинает строить большую армию, то, скорее всего, он пойдет к вам. Потому что, ну, конечно, обычно идут на самого слабого соперника, чтобы проще было с ним воевать и его захватывать. Ну, и просто велика вероятность, что пойдут к вам, раз у вас один город, вряд ли вы там будете сразу армию строить. Ну, это и нежелательно. Вот я вам все это рассказывал. Я тебе пишу своему сопернику, троллю-рыбаку, про дурдом с этими крепостями, как мы тут отъедаем друг дружку. Так вот, смотрите, по демографии, если у нее начинает увеличиваться армия, то и вы начинаете тоже строить армию. Можно даже не строить, а покупать. То есть, иногда такое оставлять себе запас денежков, чтобы на них, в случае чего, прикупить юниты. В любом случае, вы будете впереди по науке. Так, а что там у него за глюк, интересно? Впереди по науке, и поэтому, по-хорошему, вам нужно будет меньше юнитов защититься, чем ему нападать. Ну, и вот всей этой игрой я вам показывал, что одним городом проще защищаться, потому что у него охват территории, культуры будет очень большой, даже в начальной стадии игры, то есть не так, как обычно у городов других. И вашему сопернику придется с большим трудом нападать на вас. Ну, естественно, вы тоже должны уметь владеть армией, защищаться, использовать все особенности местности, то есть там размещать лучников на холмах, войска за рекою, чтобы на вас нападали и тратили больше. Ну вот, видите, я получил доступ к углю, наконец-то, и строю фабрику. Ура! А если бы я, дурак, еще и на автократию не переключался, а остался в порядке, общественный институт порядок у меня был, и я бы принял там социализм, то у меня бы уже фабрики еще плюс 25% к науке давали. Но, видите, я тогда сглупил. Вообще, игроки, которые играют через один город, и которых не тревожили в течение всей игры, в конце игры представляют очень большую проблему. Потому что, вот, я помню, у меня была игра, я играл, не помню, за какую нацию играл уже, извините, но смысл в том, что у меня там конкретная шла война, я сначала Рим весь покорил, вообще все города завоевал, потом там пошел к Вавилону, у которого было куча чудес, и его завоевал. И там Испанию, один город, ну, столицу взял, и там у него остался маленький городок, человек вышел из игры, сказал, что, типа, все, молодцы. И из серьезных соперников у меня оставалась только Россия. И он играл через один город, Москву. Так, отвлекусь на минутку. Видите, я сейчас примериваюсь, куда атомную бомбу скинуть. То есть, я смотрю, чтобы не задело моих юнитов, но помню, что радиус поражения атомной бомбы – три клетки от места ее падения. Поэтому я сейчас отведу всех своих юнитов от эпицентра и сброшу атомную бомбу. Так вот, я когда пришел побеждать того русского с одним городом, во-первых, я вообще не видел, где там его столица, такая у него большая территория была, до него добраться. А во-вторых, ко мне вышли крутые юниты. И, ну, мы так друг друга потрепали. Он меня, конечно, больше юнитов побил, но я не смог к нему прийти. Даже, по-моему, на его территорию особо не зашел. И тогда я понял, что, блин, я конкретно так по науке отстаю. Начал это нагонять. Но атомные бомбы получил первый он. И все, и покеда. То есть, тут уже без вариантов. Естественно, он бомбил мои самые... А вот, смотрите, он только что применил атомную бомбу. Вы видите? Видите, тролль-рыбак, он там справа кинул атомную бомбу. Он думал, что там мои какие-нибудь юниты, вот, типа, тамкеток. А я-то все оттуда увел. Почему он туда кинул? А не на моих вот юнитов, которые тут стоят. Ну, просто у него бомбы не дотягиваются от его города. То есть, мои-то ели до его территории. У него длиннее этот отросток. Мои ели дотягиваются. А у него вот только дотуда. О, у меня еще один великий инженер появился. Замечательно. Ну, и так вот. И русские меня... Ну, мои основные города, которые занимались там производством, самые крутые, закидал бомбами. И все, на этом игра закончилась, собственно. Именно потому, что он смог отъесться одним городом. Его никто не трогал. Ну, кидаем бомбу. Не знаю, сколько у него там юнитов, но... Их сейчас тут не будет. Итак, покеда нет. Еще живо остались. И вторая бомба их добьет, конечно. Поэтому я, кстати, рекомендую, если вы против армии используете атомные бомбы, кидать две. Потому что двумя точно никаких юнитов не останется. Ну, теперь в том месте даже войн никаких не будет, потому что загрязнения от ядерных бомб, они еще снижают передвижение. То есть, там только по одной клетке теперь можно двигаться. Надо отправлять рабочих, чтобы расчищать. А смысл расчищать, если... Как бы мне эта территория не нужна. Кстати, видите, у меня сейчас минус один уголь из-за того, что фабрика построена, а шахта угля разрушена. Разрушена, но мне это без разницы, потому что на производительность шахты, на производительность фабрики оно не... А, черт, я не успел фабрику, что ли, построить? Ну, нет, если у меня минус один, значит, я успел фабрику построить. В общем, вы не бойтесь потерять уголь. Например, если вы против компьютера играете, то вы можете просто у него... и у вас нету угля одним городом, то вы можете просто у него этот уголь купить, а всего один ресурс. Не пять, там, не три, один ресурс для вашего города купить, построить фабрику и дальше соглашение не продлевать. Потому что у вас все равно фабрика будет считаться работающей. Все то же самое по поводу ресурсов касается и других зданий. То есть, вы можете там алюминию у кого-нибудь купить и построить быстренько ГЭС, а потом уже не продлевать алюминий. Единственное, на что ресурсы влияют, точнее, их отсутствие, это на войска. То есть, если у вас не будет хватать какого-то ресурса, например, не хватает железа, у вас армия из мечников, то они будут получать большой штраф в бою. Ну, это, я думаю, вы знаете. Ну, вот обратно передвигаю войска. Я не боюсь, что мой соперник может их... Вот, да, вот нам и ядерная зима, видите. Мы доигрались до ядерной зимы. И теперь красота получается. Кстати, зачитаю, что вот по этому моменту думает мой соперник. Итак, после проигрыша в войне он все же решился взяться за ум и пошел по науке. Хотел получить ядерные ракеты и жахнуть. Но вот незадача оказалась, что они до меня не долетают. Потом он пошел к ядерным ракетам, но и они не долетают. То есть, совершил еще одну стратегическую ошибку. Он не изучил биологию и медицину, что привело к тому, что я начал догонять его по населению. Ну, вот, кстати, тоже, видите, надо знать радиусы оружия. Я-то знал, что ядерные бомбы в любом случае не долетят до моего соперника, до его города. Я к ним шел именно, чтобы его армию окончательно расфигачить. Так что на всякий случай, чтобы вы запомнили, радиус атомной бомбы 10 клеток, ядерной бомбы 12 клеток. Вообще, конечно, очень странно, что создатели игры не позволили передвигать атомные ядерные бомбы по карте. Причем по морю они почему-то позволяют передвигать. То есть, надо ядерные бомбы поставить в ракетные авиак... Боже ж, как я их называю-то? В ракетные крейсеры, и можно по морю их везти к чужим берегам. Почему же по земле нельзя? Я помню, что в 4-й цивилизации был такой юнит, то есть, машинка такая, в которую грузишь эти ядерные бомбы, везешь их и стреляешь. Почему в 5-й отказались от этого, непонятно. Ну, здесь я все продолжаю принимать автократию, правда, уже абсолютно бесполезную. Это я так и думаю, уже можно было бы коммерцию принять. Но на самом деле, что то, что другое, вот в данный момент абсолютно не влияет. Я вам опять повторю, что лучше после рационализма идти по порядку, ну, в общественный институт порядок. Лучше так, а то по порядку, по какому порядку. И принимать там вот эту социализм, который добавляет науки от фабрики, а потом и коммунизм, что добавляют молоточки. Заканчивая тему ядерных бомб, просто, ну, вот не сделали в 5-й цивилизации такой юнит, поэтому вам надо иметь в виду, что вы сможете использовать ядерные бомбы только из городов, если нету моря. И вы должны понимать, что у вас радиус максимальный 12 клеток. Поэтому если вы идете к тому, чтобы уничтожить своего соперника атомными бомбами или ядерными, а у вас не хватает радиуса его закидать, то для вас это будет очень большим сюрпризом. Когда вы дойдете до бомб, купите их или построите, и тут, опа, кидать их и некуда. Потом меня тут в комментариях попросили не афишировать заранее количество частей в следующий раз. Так, обратите внимание на дерево науки. Помните, я в конце прошлого видео вам говорил, что надо идти к спутникам. А сам, как вы сейчас видите, спутники давно мог открыть, но до сих пор все еще не открыл. Я еще раз поясню, я тут просто думаю, что будут меня сейчас спрашивать в комментариях, почему ты говоришь одно, а показываешь другое. Я в данном случае шел к экологии и к мусорному заводу, потому что у меня нету алюминия. А алюминий, во-первых, нужен был для гидроэлектростанции, чтобы увеличить производство. У меня с производством большие проблемы в этой игре. Во-вторых, алюминий потом будет нужен для строительства космического корабля. То есть без алюминия я просто в космос не улечу. Без алюминия космический корабль не строится. Поэтому я шел к экологии. Вот сейчас просто открываю ближайшие технологии, связанные с космосом, а потом уже дойду до спутников. Просто я знаю, что мой соперник идет по тем же технологиям, что и я до этого шел. И я не боюсь, что он уведет у меня Хаббл. Ведь важно открыть спутники, первыми открыть технологию спутников, потому что там есть чудо света Хаббл, телескоп Хаббл, который дает двух ученых и бесплатный космический завод, который увеличивает скорость строительства космического корабля. Это, опять же, возвращаясь к тому, что не всегда стоит бездумно следовать тому плану, что я вам говорю. У вас могут быть отклонения, которые, ну, ведь это не универсальная игра, которая вот только вот так происходит все. Вы видите, вот у меня нет алюминия, и мне пришлось изменить мой технологический путь и пойти по другим технологиям. Так вот, возвращаясь к тому комментарию, что, мол, не говорить, сколько частей будет, мол, там зритель смотрел, что на меня нападают, я всю ему интригу испортил, он думал, а вдруг меня завоюют или не завоюют. Вы поймите, я вам показываю видео не для того, чтобы показать, как я играю в цивилизацию, а для того, чтобы вам рассказать о какой-то стратегии. И понятно, что если я проиграю в середине игры, то я вам, получается, стратегию не покажу полностью. То есть вы должны понимать, что вот в этом видео я дойду до конца. Неважно, может, я там в самом-самом конце проиграю, это тоже может быть. Я вам сейчас не раскрываю все карты, потому что тут будет один сюрприз. Но то, что я вам буду показывать видео целиком игры, то есть показать, какие действия предпринимать, это точно. Именно поэтому я вам говорю, сколько частей тут будет и так далее. Вот сейчас я посмотрел, что мой соперник перешел в информационную эру и при этом отстает на 11% по технологиям. Это значит, что он либо мобильную тактику открыл, либо более верхнюю технологию. И, скорее всего, это будет мобильная тактика, чтобы, а, ну вот у него уже проапгрейдит он там, я вижу, юнитов. То есть таким образом вы можете так соображать, по каким технологиям. То есть он к ракетостроению не идет. И, соответственно, к спутникам тоже. Значит, я могу спокойно вот открывать ракетостроение и потом спутники. Так вот, опять же, по поводу количества, не говорить по поводу количества частей. Вы же понимаете, что, естественно, я вот просто показываю видео, в которых я типа постоянно побеждаю. Это не потому, что я вот так круто играю и всех обыгрываю постоянно. Просто нету смысла вам показывать видео, в которых я очень быстро проигрываю. Потому что вы из них ничего не почерпнете полезного. Я не смогу вам рассказать полностью. Я, конечно, и проигрываю, и выигрываю. Есть всякое бывает. Вот, например, перед этой игрой мы с Троллем Рыбаком провели еще одну партию. Мы ее даже до конца не доиграли. Я отказался там дальше играть. Там какие-то глюки вроде со шпионами были. Но смысл в том, что я ее сливал по-страшному. Мне просто жалко даже было времени дальше на нее тратить. Было понятно, что я в ней проиграю. Потому что я вообще там не совсем правильно использовал. Ну, шел одним городом не совсем правильно. И потом, опять же, по советам Тролля и Рыбака я немножко по-другому изменил свою тактику. То есть я вот сейчас вам... То, что я вам рассказываю, это значит, что я тут все это придумал. Естественно, вообще, естественно, я тут ничего не придумал сам. Это из игр взято, и вот из советов других людей на форумах прочитано. Но показывать вам проигрышную игру нету смысла. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что я и проигрываю. Естественно, такое бывает. И на проигрышах даже больше учишься, чем на выигрышах. Потому что, если ты выигрываешь, значит, тебе кажется, что ты делаешь все правильно, и, типа, ну, и буду действовать так дальше. А если проиграл, значит, думаешь, ага, что ж я сделал не так? И те приходят в голову идеи по улучшению своей игры. Кстати, обратите внимание, что у меня минус пять золота. И я смотрел, откуда у меня минус взялся. Это от содержания юнитов. Кстати, если кто, опять же, не в курсе, что апгрейд юнитов на более совершенные повышает стоимость их содержания. То есть, вот, содержание стрелка обходится меньше, чем содержание пехотинца. Ну, и, соответственно, содержание пехотинца будет стоить меньше, чем содержание модернизированной пехоты. Моторизированной. Механизированной, извините. Вот. Так что же имеете это в виду? Опять же, там, не апгрейдите все бездумно и не уходите в минус. Как я, видите, вот мне тут приходится переключать все на денежки, чтобы совсем не лишиться поддержки финансовой. Ну, так вот, я подведу итог вот моего этого спича про то, что не говорите, насколько частей будет игра. Если я вам показываю видео, то, вероятнее всего, оно будет вот до либо моей победы, либо вот до такого события. То есть я могу проиграть, но это в самом-самом, типа, конце будет. То есть не какой-то такой слив уже жестокий очень быстро, а на тоненьком, знаете, вот практически вровень шли и там чуть-чуть в конце я сдал. Видите, решил я расформировать двух уланов, потому что это мои самые непродвинутые два юнита. я их строил когда-то для того, чтобы попытаться апгрейдить вертолеты, но, видите, не сложилось. Ну и бомбардировщики расформировываю, потому что уже ко мне он не придет так близко, чтобы их обстреливать. Потому что есть атомные бомбы, то есть если он подходит, то атомные бомбы покидаю. Ну, вот видите, я в городе у себя тут от безысходности даже здание для счастья строил. Ну, вдруг еще доберусь до золотого века одного. Ну и начинаю, наконец, программу «Союз» или по-английски как называется программа «Аполлон». И после ее строительства можно уже части для космического корабля строить. Еще странный вопрос задали, зачем обстреливать юнитов, если точно знаешь, что не сможешь их уничтожить. Ну, потому что ты таким образом качаешься, твои юниты получают опыт, который можно потом их как-нибудь продвинуть. Это во-первых. Во-вторых, если у вас есть войска, то вам надо обязательно ими что-то делать. Нападать ими, исследовать карту, или просто напрягать своего соперника, например. То есть, ну, не захватывать город, а там, разрушать его улучшения. То есть, как-то держать в тонусе и себя, и его. Потому что стоящие на месте войска мертвым грузом это прокаканные деньги. Ведь вы на содержание их тратите какое-то количество денег. Вот, тролль-рыбак раньше меня программу «Союз» закончил. Ну, я не верю, что он успеет построить быстрее меня корабль. Я опять же говорил, что я его технологически опережаю, и, значит, быстрее добираюсь до технологий с космическими вот этими частями космического корабля. Так вот, всегда двигайте вашу армию. Вот я просто, то есть, я сейчас вам говорю двигайте армию, а сам ее не двигаю. Но дело в том, что мы тут вдвоем играем, и тут как бы такая ситуация, что без вариантов. Я ее просто держу на тот случай, если вдруг он ломанется в последнюю свою атаку. Но, да и деньги мне уже девать некуда. То есть, как-то особо тратить не на что их, и расформировать армию, чтобы еще больше денег получать, ну, как-то бессмысленно. Вот именно в данный момент. А так вы же видели, что я в течение всей игры мои войска на месте не стояли. Я как-то манипулировал ими, то там обходил, то там как-то с самого начала игры напрягал соперника. Видите, я решил переключиться с современной баллистики на спутники, чтобы все-таки Хаббл построить. Значит, меня смутило, что мой соперник уже построил программу «Союз», и у меня все равно наука лучше, чем у него. Даже отдача от науки похожа лучше, несмотря на то, что город у него побольше. Поэтому идем, ну, я тут как бы рабочим очищаю местность от ядерного взрыва, ну, к сему делать нефиг, понимаете? Оно как бы ни на что не влияет, что будет там грязно, ядерные загрязнения, не будет, Fallout там. Ну, вот у меня появился от веры великий торговец, единственное, что я могу его посадить на таможню, то есть, чтобы он давал выхлоп денежный. Ну, вот у меня уже все клетки заполнены, осталось еще только три клетки, три специалиста, вот музей, два в музее и в опере, еще трех специалистов посадить, и все, и у меня уже будут заполнены все клетки на земле вокруг города и все места специалистов от зданий. Значит, еще раз я вам говорил, по-моему, в первой серии, или во второй, что считайте максимум жителей это 52, которых вы можете посадить в клетки и в специалистов, когда у вас построены все-все здания, все клетки доступны, то есть, там нету гор. После размера города 52, все жители уже будут становиться безработными. Но, эти безработные тоже кое-что дают, два молоточка, но посадить вы их уже никуда не можете, просто нету места. Но, смотрите, мой соперник включил исследование, я тоже включил исследование, потому что в городе строить нечего. А, нет, я на деньги зачем-то переключился, ну, не знаю, зачем, может, дальше уже театр строить, господи, построить уже все эти счастья. И он, золотой век, ну, золотой век, правда, от великого артиста начался. Ну, так вот опять мы вошли в скучную колею, то есть, тут ничего особо интересного происходить не будет, буду передвигать юниты, даже удаляю, потому что уже нафиг не нужны. Ну, нету варианта того, что мой соперник может меня как-то победить. Видите, у меня тут, я его замечу далеко от столицы и сразу, естественно, забросаю ядерными бомбами. На 13% я его по науке опережаю. Солдат даже у меня до сих пор больше, так что могу спокойно дальше расформировать эти юниты. Ну, не будет у нас войны уже, не будет. Тут без вариантов технологическая гонка, кто быстрее построит космический корабль и улетит в космос. Как видите, у меня специально заготовлен великий инженер для телескопа Хаббл, чтобы сразу его построить. В городе я продолжаю строить здания для счастья, ну, просто потому что ну, нечего мне больше пока там строить. Не юнитов же клепать, которых я удаляю. Видите, я периодически проверяю, что делает мой соперник в своем городе. Главное, чтобы он тоже там Хаббл не стал строить. Но, честно говоря, ему Хаббл не поможет. То есть, если он получит двух великих ученых, ну, кинет он их в топку технологии, наверное, это ему технологии четыре дополнительных даст. Хотя они тут дорогие, ну, три технологии, три-четыре технологии. Интересно, вот видите, мой соперник сконцентрировался полностью на то, чтобы его город переводил все в науку. Ага, у него еще великий инженер появился. Вот это страшненько. Может, он его в Хаббл сможет использовать. Ну, все равно, я же вам говорю, что меня это не очень напрягает. Главное, что видите, он сконцентрировал город на науке, то есть ему неприятно, что у него такое отставание по науке от меня. А как еще победить, кроме как построить космический корабль, а для этого надо науку двигать вперед. Но вот видите, мы последние два хода даже я просто нажимал следующий ход, ничего не делал. Открыл спутники, сейчас я великим инженером Хаббл ускорю, а по технологиям продолжаю открывать те технологии, которые дают строительство частей космического корабля. Все, следующим ходом у меня Хаббл. Так, ну, в Social Policies заканчиваю автократию и получаю абсолютно бесполезные мне опыты, извините, опыты, абсолютно бесполезные мне способности, ну, просто, а, я уже решил, да, видите, у меня и в коммерции тут все бесполезные дорог, у меня там, ну, раз-два я обчелся, как бы, ну, ладно, все принял, решил автократию не закрывать, а по коммерции слегка пройтись. Вот, заканчиваю Хаббл, то есть, у меня сейчас еще и быстро очень будут строиться космический корабль, а ученых в топку технологии. Вот смотрите, я сейчас получаю современную баллистику сразу, теперь включаю следующую технологию в дереве, то есть, осталась физика элементарных частиц и нанотехнология, и все, больше для космического корабля ничего не надо. То есть, сначала включаю исследование вот этих технологий, в городе ставлю уже строиться для космического корабля, и тогда второго ученого использую для открытия. И еще раз напомню, что телескоп Хаббл очень нужен при игре одним городом, иначе вы можете просто проиграть космическую гонку тем государствам, у которых городов больше. Рабочим уничтожаю дороги на моей территории, чтобы не тратиться на их содержание. Так, надо моего еще один великий торговец появился, господи ты боже мой, что-то у меня их поперло. Ну вот размещаю их на фермах без доступа к воды, которая, то есть мне сейчас уже рост абсолютно не нужен. Вот внезапно у тролля-рыбака Хаббл. Так, я не понял, почему я игнорирую, у меня стоит вон великий ученый, почему я его решил оставить на последнюю технологию для постройки космического корабля. Вот, кстати, обратите внимание, у меня сейчас построился один кусок космического корабля, но я его не присоединяю к космическому кораблю, а отвожу в сторону. Для чего я это делаю? чтобы мои соперники, ну, в данном случае один соперник, а так вообще почему стоит так делать? Чтобы мои соперники не в курсе были, сколько я уже частей построил. Иначе они начнут волноваться и придут ко мне с войском. Поэтому вот есть такой хитрый способ спрятать истинное положение дела в строительстве космического корабля. Правда, вы будете ограничены количеством алюминия. Вот видите, у меня его три, поэтому мне следующую часть космического корабля придется уже присоединять. То есть мой соперник увидит, что я хоть одну допостроил. Ну, вот я использую великого ученого для открытия физики элементарных частиц. Было не для открытия, точнее, а для ускорения, потому что было девять ходов, а осталось два. Смотрите, троллер-рыбак не удержался и захватил моего несчастного рабочего Григория. Я так его любил, ведь отправил даже на то, чтобы починить крепость и уголь взять. Но Григорий достался сопернику, перешел, перебежал на синюю сторону. Ну, вот я сейчас вынужден ракету-носитель добавить космическому кораблю, потому что иначе у меня не будет свободного алюминия для постройки следующих частей. и строю ракету-носитель дальше. Ну, как видите, я тут переключаю уже быстро ходы, ничего не делаю. Ну, вот у меня осталась последняя технология для исследования. это нанотехнологии, там, последняя часть космического корабля, но к ней далековато идти. Видите, аж четыре технологии придется исследовать, чтобы до нее добраться. Так что времени еще впереди. У моего соперника много, чтобы что-то придумать. Кстати, интересно, что, видите, он ничего не строит у себя в городе, никакие части космического корабля не строит. Что-то меня терзают смутные сомнения, что он что-то задумал. Так, очередная ракета-носитель присоединена к космическому кораблю. Теперь двигатель космического корабля можем исследовать. Да, интересно, почему он космический корабль-то не строит, а идет. Что ж он там такой исследует? Ну, как видите, мой Роттердам полон радостных жителей, дает немерено науки, немерено золото, немерено молоточков. Даже деньги некуда девать, я покупаю бомбу-убежище, хотя, как вы понимаете, до меня никакие бомбы уже не долетят. О, как вовремя еще один великий ученый родился. Естественно, мы его пускаем на исследование. Так, ну, вы видите, больше я пока не могу никаких частей космического корабля строить, поэтому Останкино пожалуй, надо защитить все мои части космического корабля на всякий случай, если вдруг придет мой соперник. Ну, а рабочего, ой, извините, великого ученого, блин, далековато, конечно, еще столько технологий, раз, два, три, четыре технологии. Ну, давайте, в топку, в топку его. Так, куда я его отправил? Что-то я не понял вот эти мои действия. А, ну, конечно, я просто хочу уже, когда дойдем, то есть сейчас идут дешевые технологии, я хочу их пока пооткрывать, а потом, когда уже дойдет дело до нанотехнологий, тогда и использовать великого ученого. Видите, у меня там двое безработных еще в городе были, пришлось ручками их садить на места специалистов. Ну, и не забывайте, конечно, части космического корабля не оставлять без присмотра, а под защитой войск. О, боже, еще один великий торговец появился от веры, кстати. А вот был бы у меня порядок, у меня тут инженеров было побольше, я бы их сажал побольше молоточков, чтоб было. Ну, я уже не знаю, куда этого торговца пихать, ничего не надо, вообще, зачем мне эти бомбардировщики, тоже можно было бы уже расформировать. Ну, и не выдержал я уже ожидания, решил использовать великого ученого на ускорение науки, чтобы еще у меня там одно чудо появилось, я мог его построить. Смотрите, тролль-рыбак издевается, моего захваченного ученого отправил на мои территории, чтобы их очищать от радиоактивного загрязнения. Так, а у тролля-рыбака вон великий инженер до сих пор кукует некуда. Так, что у меня там останки на? О, за каждый, плюс один к настроению за каждым. Я, блин, уже счастье этого, не знаю, куда девать. Ну, все, у меня уже 53 жителя, то есть, видите, у меня полностью все специалисты заполнены, все клетки обрабатываются и сейчас все остальные уже жители будут просто безработными садиться и два молоточка то все равно вот, Катя, два безработных, безработный все равно дает два молоточка. То есть, такие у меня безработные, но производственные. Ну, кстати, интересно, что как бы безработные здесь все равно считаются специалистами. То есть, на самом деле безработный, видимо, должен один молоточек давать, но как у меня построена статуя свободы, то у меня безработные дают два молоточка. Потому что, помните, что статуя свободы каждому специалисту один молоточек добавляет. Блин, слушайте, меня волнует, что я не могу понять, что ж тут затевает тролль-рыбак. Почему он не строит космический корабль? Никаких частей вообще. Я постоянно каждый ход смотрю. Давайте демографию проверим. на 6% я его до сих пор опережаю. Ну, то есть, он так подтянулся немного, солдат, все нормально, блин, не знаю, что он, уже города практически одинаковые. Ну, вот, в коммерции меркантилизм, ну, маленькая прибавка к науке будет, у нас же один город, то есть, там, вот, буквально, по-моему, сколько, 7 или 8 сейчас очков науки добавилось, как-то, не особо много-то. Ну, лучше, чем в автократии, которая мне сейчас вообще не нужна. Так, пророка переключ... Ух ты, а вы посмотрите, оказывается, мой соперник так и не получил религии никакой. О, ну, это, кстати, такой неплохой минус к его развитию. То есть, я, благодаря тому, что, вот, построил некоторые религиозные чудеса, быстро укрепил религию, он просто не успел получить религию. Ну, это мне, как бы, помогло по игре, судя по всему. Я неплохие бонусы имел от религии. Так, что же пишет там мой соперник? Зачитаю. После того, как я понял, что ядерные ракеты не долетают, я от растерянности пошел к очень большим человекообразным роботам. Кстати, открыв спутники, я не увидел Хаббла, возможно, из-за того, что, когда смотрел, еще не был построен Аполлон, чем прокакал целых двух великих ученых, хотя в городе в это время бездельничал великий инженер. После прокаканья Хаббла, я понял, что теперь-то уж точно мне космос не догнать. Культура не развита, армии тебя не взять, хотя, кто знает, может, очень большими человекообразными роботами и взял бы и пошел по единственному оставшемуся направлению. По какому направлению пошел мой соперник, позже узнаете. А пока, как видите, он тут безобразничает у меня на территории, всячески тут разрушает мои крепости. Ну, надо его как-то погонять, видимо. Это ж не его целая армия, это всего один пехотинец. Так уж и быть шуганем слегка, чтобы он тут не расслаблялся. То, понимаешь, пришел и рушит наши крепости. Все равно армия без дела стоит. Ну, это мы уже, знаете, от безделья занимаемся маленькой войнушкой. Слегка, можно сказать, небольшой конфликт в приграничных территориях. Провокации. Пограничники друг друга неправильно поняли и вот началось неизвестно что. Еще заодно решил прикупить рабочего, чтобы дорогу, не дорогу, а прийти эти крепости починить. Так что, так, развлекаемся. Ждем, когда построится космический корабль. Опаньки, а вот и обещанный сюрприз. Тролль-рыбак построил ООН. А это значит, что через 10 ходов он победит. Так как нас двое, то по правилам игры сам за себя голос отдавать ни я, ни он не можем. То есть, я, получается, автоматически проголосую за него, а он за меня. Но у владельца ООН есть еще один голос. То есть, при голосовании в ООН со счетом 2-1 тролль-рыбак получит дипломатическую победу. Я об этом совершенно забыл. Ну, точнее, как забыл. Мы же привыкли, что дипломатическая победа подразумевает подкуп большого количества городов-государств или там дружбу с другими нациями. А тут мы только вдвоем. И получается, достаточно всего лишь построить ООН. Почему? Именно поэтому я не пошел на ООН, потому что вот это у меня совершенно из головы вылетело. Так бы я уже давно победил, получается, потому что у меня ООН там, по-моему, две технологии оставалось до нее дойти. Ну, правда, это и к лучшему. Я вам лучше покажу, как к космосу идти. Вы же понимаете, что если вы не вдвоем играете, то вы дипломатическую победу таким образом не добудете. Ну, и не обращайте внимания на то, что мы там обсуждаем. То есть, на самом деле все именно так, как я вам рассказываю. То есть, при игре двух игроков, если один строит ООН, то считайте, что у него будет два голоса, а у другого один, и он получит дипломатическую победу. И вот тут стало играть неожиданно интересно. Итак, успею ли я за восемь ходов открыть нанотехнологии и построить последнюю часть космического корабля? Мой-то соперник не знает, что у меня только одну часть осталось строить. Он видит, что я только две части космического корабля построил, а не четыре, как на самом деле. Вот в этом плюс такого прятания частей космического корабля. Ну и там у нас такая маленькая войнушка происходит. Танчики перестреливаются друг в дружку, что-то тут какие-то мелкие разборочки. Ой, мою механизированную пехоту уничтожают. Великий Пророк куплен. Вообще сейчас бесполезное появление Великого Пророка, вообще что с ним делать непонятно в данном случае. Ну, появился так появился, пускай будет. О, можно танкетки апгрейдить в танке. Теперь у меня будут более крутые юниты. Восстанавливаем крепости тут. Ну, просто все свои юниты, которые у меня есть, больше нельзя апгрейдить. А, черт, я ее зря апгрейдил, он алюминий использует. Зря артиллерийскую батарею апгрейдил. Ладно, придется этим ходом уничтожать, видимо, потому что алюминий нам нужен. Я не хочу, чтобы мой соперник знал, сколько у меня уже построено частей. А у него, видите, алюминия завались, поэтому он с вами, вон, обстреливает меня своей продвинутой артиллерией. Так, ладно, минут один ход до открытия технологии остался, отступлю-ка я лучше. И через ход мы узнаем, успею ли я построить последнюю часть космического корабля до выборов в ООН. Ну, пророк, мне вообще не нужен. Не знаю, распространю им религию на город, который и так уже весь в иудаизме. Удаляю эту РСЗО, ракетную самую запускающуюся обстановку, не знаю, как это расшифровывается, чтобы у меня был алюминий и следующим ходом, ну, что уже исследовать дальше, без разницы, ставим последнюю технологию, тут уже автоматом пускай все исследуется, абсолютно без разницы. Нет, ну, вы все-таки подумайте, как троллер-рыбак тихой сапой до ООН добрался и построил ее. Я уже мог на много ходов раньше закончить игру. Так, два хода, два хода, до выборов ООН пять ходов. Ну, что, я победил все-таки. Кстати, я думаю, что для тролля-рыбака будет сюрпризом, что я вот побеждаю, потому что он же не знает, что вот у меня эти все части построены. Ну, вы же извините, я в конце тут перепрыгнул через два хода, потому что вообще ничего уже не происходило. Я достроил последнюю часть космического корабля, соединяю все части вместе и сейчас мы улетим в космос. Итак, наш космический корабль из Амстердама взмывает ввысь. Победа! Победа! И сейчас давайте разберемся с результатами игры. Напомню, в одном месте у нас началось расхождение с троллем-рыбаком по научному развитию, и вот посмотрим, как это влияло. Ну, счет, видите, мы практически все время одинаково шли. Меня интересуют графики по науке. Так, какие же он тут вообще показывает? Ну, культура. Ладно, золото тоже фиг с ним. Где, 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 где настроение? Видите, тролль-рыбак решил не строить здание для счастья. Население он меня опережал. Видите, с 1500 года у него пошло вверх население, это потому, что я пошел по верхней ветке, а он по нижней и открыл удобрение. Поэтому у него фермы без реки давали четыре еды, и вот у него город стал намного лучше развиваться, чем мой, но в конце его все-таки догнал, потому что раньше открыл биолабораторию. А вот и график по науке. Видите, расхождение, опять же, в том же месте, где я пошел по верхней ветке и построил публичные школы, а он по нижней. И на протяжении всей игры я его по науке опережал. По выхлопу науки заход. Это означает, что все-таки научные здания важнее, чем население в городе. То есть, если вы, ваш город меньше, но вы раньше строите научные здания, вы получите больший выхлоп науки. Пища заход, опять же, расхождение, видите, в том месте, где мой соперник открыл удобрение. Ну и самый важный график, число открытых технологий, как видите, во второй половине игры очень сильно опережал по числу открытых технологий, именно благодаря тому, что первым строил научные здания. Ну, как итог всего этого действа, означает, что одним городом надо идти на науку и отклоняться на армию только в определенных случаях, когда вы знаете, что это принесет, точно вам принесет какие-то дивиденды. Иначе вы рискуете отстать от своих соперников в научном развитии и в итоге проиграть партию. Еще раз спасибо троллю-рыбаку, что потратил время на эту партию и написал мне еще свое видение своей стратегии. Спасибо всем, кто посмотрел все четыре видео и напишите в комментариях слово «пумпончик» и я буду знать, что вы посмотрели все четыре серии до самого конца. Вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша играет, кстати, подписывайтесь и играйте в умные игры. Игорь Негода Игорь Негода